Здравствуйте! Мы продолжаем наш небольшой цикл лекций, посвященный истории антиутопии. В первой лекции мы говорили, как возникает вообще утопия, а сейчас, прежде чем мы перейдем к антиутопии, которая возникает в 20 веке, мы с вами поговорим о такой разновидности утопического мышления, как сексуальная утопия. Почему мы выделили эту тему в отдельный класс? Потому что, если вы вспомните город Солнцев, а мы Компанеллы, и мы там все время на это обращали внимание, Компанелла предполагал контролировать даже сексуальную жизнь жителей утопического города Солнца. Половые отношения должны быть регламентированы. Астрологи, врачи и прочие начальники должны были определять, кто с кем вступает в эти отношения согласно гороскопам. Говорилось о том у Компанеллы, что дети не должны принадлежать семье, что дети находятся с матерью только в период вскармливания. А потом, когда они перестают кормиться молоком матери, они должны быть отданы для воспитания государственных органов. Тем самым должны нарушаться семейные связи, семейные отношения. Компанелла в этом видел залог процветания будущей системы, государственной системы, где не будет неравенства, где не будет зависти и прочих других пороков. Мы знаем, что утопическое мышление это не явление, которое не противоречит самой природе человека, потому что человек стремится к идеалу. Но мы также знаем, что природа человека очень противоречива. И эта противоречивость проявляется и в его идеале, или в его утопии, иными словами. И вот, обратив внимание на эти регламентированные сексуальные отношения, мы как раз и выделили в отдельную тему, тема секс и утопия, или сексуальная утопия. И мы сейчас увидим, как начиная где-то с 18 века, а потом в 19 и особенно в 20 веке, авторы, которые будут живо интересоваться этой темой, их творчество можно рассматривать как своеобразная полемика с регламентированной сексуальной жизнью в утопии Кампанеллы «Город солнца». Заметим, что «Город солнца», еще раз напомню, написан в полемике с великим трудом блаженного Августина «Град Божий». Но если «Град Божий» вдохновлен христианской этикой, христианской философией, любви и так далее, религией христианской, то «Город солнца» не является христианским текстом, хотя и написан монахом. Если не ошибаюсь, он принадлежал к доминиканцам, тем самым доминиканцам, которые отвечали за инквизицию. Доминиканцы в переводе с латыни означают «псы божьи». И несмотря на эту принадлежность к доминиканцам и к церкви, Фома Кампанелла, будучи человеком эпохи Возрождения, вспоминая об утопии Платона, где тоже также регламентированы отношения полов, по сути дела выступает новоязычником. Вся эпоха Возрождения, потому и называется эпохой Возрождения, что она возрождает языческие взгляды на мир, когда христианская концепция мира терпит крах. Об этом можно долго говорить. Появляется, например, такое явление, как титанизм, когда человек начинает осмыслять себя титаном, подобным Голиафам и так далее. А Голиаф — это явление не христианское, это явление контр-христианское. Не случайно Давид побеждает Голиафа. А Давид там не какой-то могучий титан, а мальчик, человек. Но он прав, я имею в виду Давида, в своей любви к Богу. И именно его проща попадает в нужное место головы Голиафа, и тот повержен. Хотя вроде бы по идее победить должен был Голиаф. Так вот, эпоха Возрождения как бы вся встает на позицию Голиафа. И эпоха Возрождения даже самого Давида делает Голиафом. Достаточно вспомнить пятиметровую статую Микеланджело Давида. Ее слепок, копию вы можете увидеть в итальянском дворике, музей на Волхонке имени Пушкина. Очень выразительная статуя, обо всем говорит. Это уже не Давида, Голиаф, пять метров высоты. Ну, это все мы отвлеклись. И вот в эпоху Возрождения эта сексуальность становится очень важным, болезненным мотивом. И Кампанелло, как человек в эпохе Возрождения, не может пройти. Потому что в этой сексуальности, в его городе Солнце, он видит нечто противопоставленное клерикальной концепции мира, церковной концепции мира. Вспомним, что в эпоху Возрождения, вернее, эпоха Возрождения, знаменита еще таким памятником литературы, как Декамерон Бокач. Декамерон, где как раз эта сексуальность бьет через край, который составляет немалое содержание, немалый смысл этого замечательного сборника новелл. Итак, Возрождение телесно и сексуально одновременно. Сексуальность присутствует и в романе, или вернее в книге Флабера «Гаргантюай и Пантагруэль» не только у Бокачи. Сексуальность присутствует у такого английского поэта, как Чоссер в его контраберийских рассказах и много где еще. Не будем сейчас все перечислять. И Кампанелло в этом смысле не исключение. И он, с одной стороны, следуя за Платоном, создавая свою утопию, не применил указать, как должны взаимоотноситься между собой представители разных полов, мужское и женское. Мы помним, что даже в книжке Чернышевского «Что делать?» Это вообще уже 19 век, Россия. Когда он описывает Чернышевский, я имею в виду, «Один из снов Веры Павловны», он рассказывает и намекает на ту же регламентированную сексуальность. Неслучайно это описание позволило Набокову в его романе «Дар» сказать, что этот сон Веры Павловны напоминает описание Борделя. Почему так? Что так? Потому что утопия несет в себе зачатки диктатуры. Именно по этой причине в 20 веке утопия выродится в антиутопию. Потому что 20 век вот так наестся диктатурой. И 20 век поймет, что всякое утопическое мышление неизбежно ведет к диктатуре. Знаете, такая поговорка есть? «Плагими намерениями дорога в ад вымощена». И эта диктатура будет стремиться подчинить себе человека на всех уровнях. И даже на уровне интимных связей, на уровне интима и так далее. Это как бы та запретная зона, те интимные темы, которые всегда находились под завесой тайны. А утопия срывает эти завесы тайны и говорит, что если уж манипулировать людьми, если уж их вести к благу, даже через насилие, то и этот аспект игнорировать нельзя. И вот здесь вот мы понимаем, что были писатели, и об одном из них мы сейчас поговорим. И не только об одном. Вы увидите, что это цепь писателей. Мы поговорим как раз именно в том плане, что эти писатели, которые будут интересоваться именно сексуальной темой, они эту сексуальную тему будут раскрывать в какой-то мере в полемике с городом Солнце Кампанелло. И в их текстах мы увидим свое отношение к утопии. И в этих текстах, как я полагаю, можете соглашаться со мной, можете нет, зарождаются ростки будущего критического отношения ко всякой утопии. И мы сейчас коснемся такого маргинального писателя, который долгое время был под запретом. У нас его перевели только в эпоху перестройки. И даже издали целое собрание сочинений. И сейчас он уже стал доступен русскому читателю. В эпоху царствования нашей утопии, в эпоху социализма это тоже утопия, только воплощенная в жизнь. Да, кстати сказать, а почему утопия переродится в антиутопию? Потому что утопия перешагнет за границей литература и искусство и станет реальностью. Например, политикой СССР. Я не хочу сравнивать, но германский национал-социализм и итальянский фашизм, это были те же утопии. Нет, их нельзя сравнивать, они не совпадают, но это тоже был результат перехода утопического мышления на исторический простор. И вот когда выяснили, что утопическое мышление это не просто игра какого-то воображения одного чудаковатого писателя, типа Фомы Кампанеллы, а это уже целая политика, а это уже идеи, воплощенные в жизнь. И воплощение этих идеалов в жизнь превращается в нечто страшное, например, в концлагеря, и в другое подавление, и в другую регламентацию и так далее. То вот тут вот у мыслителей 20 века возникает естественный внутренний протест. И именно в результате этого протеста вместо утопии появляется антиутопия. Но конкретно об антиутопии мы будем говорить уже в следующей лекции. А сейчас давайте посмотрим, как это утопическое мышление проявляется в сексуальной сфере. В сфере манипуляции человеком даже в самые интимные моменты его жизни. То, что и поражает, еще раз повторюсь, в книжке Кампанеллы «Город солнца». Я читал вам отрывки, можете сами взять эту книгу, она есть в свободном доступе в интернете, прочитать и убедиться, прав ли я был или не прав. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!